Те 3 миллиона евро, которые запрашиваются дополнительно на обустройство улиц, это беспредел, это та же коррупционная схема, и объясню почему. Штефан Ачалмарик, главная улица страны, была изменена без согласования с людьми, то есть те парковки, которые сейчас обустраиваются, и о зеленых насаждениях дополнительно скажет мой коллега, спиливаются деревья для обустройства парковок, специально внедряются изменения в проекте, которые уже стоили более чем 800 тысяч евро, и сейчас они приходят в муниципальный совет и просят 3 миллиона евро дополнительных денег, кредитных денег, то есть требования получить кредит, по тем изменениям, которые лично внес генпримар. То есть ущерб бюджету, грубо говоря, почти 3 миллиона евро, из него 500 тысяч идет на оплату консультанта. Ну, давайте вспомним Олегу Руссо. Практически все улицы в Кишиневе, которые ремонтировались или делались, практически все проекты, которые внедрялись в этой администрации, тендерная цена, то есть по Олегу Руссо, к примеру, по тендеру должен был быть проведен 76 миллионов леев за 8 месяцев. В итоге лично главой администрации были внесены изменения, и конечная стоимость реставрации Олегу Руссо превысила 120 миллионов леев. Ребята, если бы тендер изначально ставлялся на сумму 120 миллионов леев, то, возможно, победила бы какая-то фирма, которая проводила бы более качественные работы, и делала работы не 2,5 года, как сделала эта румынская фирма «Дельта». И, кстати, есть рапорт ЦНАИ, докладывающий об аффилированности, об конфликте интересов. Штефан Чалмари, у нас есть кредит, который мы утвердили, есть тендерная стоимость, по которой они должны сделать эти улицы, и к нам сейчас опять приходят и говорят, вы знаете, нам нужны дополнительные деньги. Когда в прошлом году мы спрашивали, господа, а Штефана Чалмари, покажите нам, пожалуйста, проект, это главная улица страны, хотя вы покажите, как будет выглядеть. Нам, говорят, мы проект не должны делать, публичные консультации не должны проводить. Почему? Потому что мы не меняем саму улицу, мы просто обновляем дорожное полотно и тротуарную плитку. В итоге мы видим, что? Он собирается сделать дорожные круги на Штефан Чалмари из Маловска, и дети из Мполный, Штефан Чалмари в Витязу, Штефан Чалмари улица Чуфля, плюс понасажал туда кучу парковок. Негрудцы, мне специалисты говорят, на Негрудцы нельзя было ставить парковки. Почему? Мы видим зимой, как автобус смял 10-12 автомобилей. Очень большой уклон. И нельзя на таких улицах делать парковочные места. То есть у нас улицы ремонтируются вне правил, раз. Посмотрите, как они сейчас делаются. Никакое соблюдение безопасности труда и безопасности пешеходов, два. А самое главное, они вносят, еще раз повторю, это схема, коррупционная схема. Они вносят изменения в проект. Для чего? Для того, чтобы выделить дополнительные деньги, для того, чтобы их непонятно каким образом потратить. Вот что происходит. В каждом проекте они вносят какие-то изменения, для того, чтобы попросить у муниципального совета. А мы им не дадим этих денег. Пока они детально и четко не скажут, куда они потратили. Почему они изменили проект Штефана Чалмари, в том числе и Негрудца, без согласования, без проведения публичных слушаний, без согласования с муниципальным советом, когда делается в цивилизованных странах. Он проводит дорожные работы, как в Зимбабве и непонятно какой страны. Какие европейские интеграции? О чем вы говорите? В Чукотке лучше работы делаются. Мы видели рапорты Счетной палаты, по которым 2012-2014 года, по которым нецелевое расходование средств более 300 миллионов леев. При Советском Союзе за это расстреливали. В других странах за это сажают. Даже подозрение на коррупцию, подозрение на целевое расходование средств, нормальный чиновник, который уважает себя, он уходит с поста, как было с мэром Рима, которого заподозрили в том, что он пошел в ресторан, по-моему, на 3000 евро. Смешные деньги для этого человека. Он ушел с поста мэра для того, чтобы не позорить свою организацию или там свою партию. А у нас беспредел. Рапорт Сенат, я думаю, что это слишком преуменьшенная сумма, мы знаем цифры, которые даются за авторизацию на строительство, за сертификаты дюрбанизм, за вот этот кредит. Вот только Олегу Руссо превышение суммы 50 миллионов леев. И, кстати, Олегу Руссо так и не доделано. К примеру, на Московском проспекте должны были стоять островки безопасности, которые возвышаются над Московским проспектом. Должно быть поручни специальные. Этого не было сделано. Но, тем не менее, сдано в эксплуатацию.